привет прогрессивный народ это истинный исследователь обзор из категории компьютерные вещи для видеозаписи аудиозаписи с компьютера микрофон небольшой как бы бывают большие микрофоны это маленький его называют весной чтобы куда-то на улицу таскать и не очень мешался один у меня уже есть panasonic 201 очень шум большой дает стерео сейчас он стоит по моим 500 до 1000 рублей фон все таки большой дает на разном оборудовании пробовал но теперь вот появился вот такой вот фирма опутур это американская модель а.лав но такое название не очень удобно к считать но love это с аккумулятором здесь с блоком и усилительные наушники я думала среди микрофона вроде нет там никого усилителя микрофона сделан в китае здесь вот этот дебильный айфон нарисован никому не нужный ничего хорошего в айфоне нет вот написано кто произвел опутур имиджинг вообще фирма микрофоны почти что не делает у нее две модели с внешним блоком без и еще один с цифровым таким усилком сразу преобразует очень прогрессивные но там только для айфона на сайте у них посмотрите есть нормальный сайт инструкции вообще хотел как обычно посмотрел маленький аудиотехника 3350 или боя м1 но попался этот счет таким блочком я подумал но он там дорожный 500 рублей этот блочок прикольно смотреть и действительно он не зря оказался плачок вот такая вот коробочка она была в магазине уже открыта но да и ладно вроде все есть вот сам микрофон ветрозащита прищепка нормальная здесь проволочкой не на управлять нам что лево читать торчит она или что сюда цеплять ветрозащита маленькая провод он такой шершавый как бы то есть он слишком тонкий по моему и вот как бы рука за него цепляется то есть он будет все время цепляться по моему и хорошо учеба гладкие мягкие но гладкие сделали так длина длина характеристики посмотрим что внутри силикагель инструкция гарантию дали полгода хотя я думал год дадут инструкция на английском в общем то и сойдет русского не надо вот тут китайский все направленный максимальное давление 100 децибел диапазон от 50-20 тысяч thd я забыл что такое сопротивление выходное 800 он динамический диапазон 114 чувствительность минус 45 децибел питание там внутри батарейка аккумуляторная да не батарейка батарейка очень перезаряжаемая 37 это три а сигнал шум 65 децибел да так и есть дарить хватает 200 часов единственное я не понял как ее доставать что-то не достается она из блока весь три переходника сам кабель какой же все-таки длины написано где-то метра два ну ладно чем нормальная длина более-менее не 6 метров какой-то чушнитом боя b1 6 метров уж слишком я может кому-то и понравится все прочитали инструкцию дали такую смешную ленту липкую но по-моему это лишнее такая липкая что за забота но хотя бы завернули бы полностью с этого края торчит коробочка на пятерочку прям отличная здесь микрофон и проводки метрозащита хорошая но белая черная бы сделали почему белую порчать будет и выделяться я имею ввиду это достаем могли бы сделать потоньше еще чтобы проводки внизу болтались вот я их вниз и запихал так покажу это на смартфон очень круто телефон у меня стал записывать не внутренний который кстати неплохой в lenovo но прям внешний можно подключить никогда так не делал круто зарядка хорошо так сам штекер микрофон моно но штекер стерео я понимаю в компьютер почему-то у меня не записывает когда моно звук ставлю а в приставке вас записывается разные стандарт что ли ну в общем можно это поправить вот переходничок третий для записи есть получается стерео а сюда в out вставляешь четыре разъема подписан для записи сюда вход микрофона есть наушники и батарейку заряжать здесь вот крышечка аккумулятор вытаскивать но я не могу ее открыть почему-то сейчас зелененький светодиод горит ну круто что покажет когда разрядилась я можно использовать это не усилитель микрофона это как понимаю усилитель наушников микрофон будет работать защелка железная все в общем то нормально кабель может быть потолще сделать бы для микрофона ну вот все писал основном пластиночка для наматывания шнура хорошая но как-то я не очень понял как обматывать вот я так и наматываю а потом сюда провод запихиваю а здесь щелка здоровая начинает выскакивать щелка поменьше тогда надо было сделать либо я тупой ну как вот так хоп а он вываливается вот мелочи конечно но все таки что то я не понял уровень шумов я сказал как написано нормальный свою цену он оправдывает в общем то вот этот блочок мне понравился для меня он нужен если не нужен покупайте без него модель ези лав по называется так что микрофон для улицы нужен был мне маленький вполне думаю поиспользуется поработает только проблема на компьютере стационарном я пробовал использовать и шумы возникают от того что корпус компьютера не заземлен у нас куча народу живет земление нету и самый блок дает компьютера и наверное еще с земли не от того что нету гудения а земли не некуда бандиты и убийцы которые сейчас страной заправляют они не проводят хотя ну берется плата за электроэнергию и должно быть заземление даже в старых домах там очень просто это делается протягивается еще один провод с подстанции мы до подстанции наверно протянуть или подстанции там землю просто запихиваются штырьки в общем маленьким сопротивлением и все у людей не было помех или безопасности это важно сейчас меня дошло что даже вот питание при аудиозаписи питание электрическое питание заземление очень большое значение имеет просто думали что вот я думал качество микрофонов до дорогие микрофоны лучше но если у тебя плохое питание то будет гудеть само качество я приложу файлом потому что тут я его показывал микрофон и на него сразу не могу записывать поэтому отдельным файлом приложу на этом все нормальный микрофон есть если нужно качество лучше таких ну мелких микрофончиков носимых там sennheiser рот они около там 100 долларов стоит наверное у них меньше шумов выше чувствительность но пока мне такое не нужен а так конечно будущее за цифровыми микрофончиками которые сразу преобразовывают это удобно круто шумов меньше поэтому аналоговая дребедень но это уже в прошлом всем спасибо пока это был истинный исследователь обзор микрофона опутур алав так вот он всем пока слава прогрессу